Будешь мерять давление на столе, а не вот так, чтобы рука провисала. Не в туалете на унитазе надо мерять. Это новый аппарат, другие покупают. Во-первых, тут батарейки очень слабенькие, тут не дюраселки, а эти батарейки не подходят до цех аппаратов. Это дешевые батарейки. Цвета наварила компота. Сейчас, друзья, перец. Вот так будешь мерять. Борщ. Считать за стол. Давай. Как правильно мерять? Правильно, тут дело не вправильное. Дело в том, чтобы она сама могла помирить давление. А вы сами не меряете, Ольга Реонтьевна? Миря, но она меряя непонятно как. А что такая у вас хорошая? У меня рука здорова. Вот так руку, бачишь? Вот так будешь сидеть и вот так держать руку. Вот бачил, как я сейчас сделаю. Сейчас сама будешь делать. Нажимай на кнопку. Надеюсь, что у меня дорога. Вы итальянский еще не выучили, Ольга? Еще раз нажимай. Да, это говняный этот. Да, наверное, я же тайки не купляю. Когда я открою посылочку, которую вы привезли. Это Надя передала, да. Это передала Лиля, наша зрительница. Какая Лиля? Это Надя с недогарок. Да, но это Лиля отправилась в Москву. Она со мной разговаривала по телефону. Сейчас я пройду. Она мне подарила нитки, такие, которые вяжутся именно... Так она что, прислала Наде, а потом Наден... Да, она Надю больше знает. Особенно я общалась по теле, она смотрит нас. И она мне высылала видео, как это делается. Знаешь, она очень легко. Она вот так у меня петля в петле вот так запихается и вяжется огромный плед. Сейчас мы откроем. А как ты еще пальцами будешь? Сейчас я дам нос. А вот это, кто влезет. Это мы посмотрим, потому что никому не интересно. А мне интересно. Так там не только нитки. Не только нитки? Ну, я думаю. Да посмотрим, знаешь... Вилька, ой! Ты Лех, ты что? Боже! Интересно, а кем пахнет там? А то, как и сумасшедший на Вильку. Кем там пахнет? Так, сейчас мама посмотрит. Вот, видишь? Вот такие ниточки. Так а что это за нитки? Сейчас я за нот я покажу. Ну, ты не списываешь. Вообще, я посмотрела, когда видео, это очень интересные нитки. Это разве нитки? Да, это нитки. Это подушка. Нет, это нитки, они так завернуты. Ну, давай мы их так спокойно будем. Вот тут. Надо, чтобы целую крутить. Сейчас, подожди, подожди. Надо найти целую. Она очень сильно забинтала. Подожди, подожди. Видно, что ты медсестра забинтала. Давай мы вот так вот открутим, чтобы все открутилось ровно. Ты крутишь? Ты не крутишь. Стой, стой, стой. Найдем, где вот это. Чтобы вот эту дырку, стой. Презерватив, блин. Ольга Леонтьевна, давай так презерватив я тебя взял. Давай я вот сюда дотяну. Ольга Леонтьева, снимай эту херню. Вилька, а ты что лезешь? Лотой лезешь? Виля, ну подожди минутку. Мама никак не может это раскрыть. Тебе тоже интересно подарить. Я согласна. Тут надо так, чтобы целую. Не надо просто вот это разорвать. Ну, разорвать, короче. Вот так. Вот, видишь? Ааа. Ага, давай, давай. Так. Тягну. Ой, это такие интересные нитки. Да, вот смотри. Так а что это за нитки? Они такие крупные прямо. Да, вот они, видишь, сам смысл там, что они, вот тут написано, сама ты хорошо видишь, они вяжутся. Именно... Так это уже как петля. Да, уже петля. Это руками делает. Одна петля вставляется в другую. Ты умеешь так делать? Да, я уже видела. Там есть очень много... Так ты видела, что умеешь? Ну, я видела, как это делается. Думаю, это в реальности несложно. Это открывается, набирается, считается, сколько тебе надо петель. И потом вторая такой ряд. И она, короче, вот так одна в одну вот так вставляется. Виля! Вот так, видишь? Вот так. И вяжется. И опять вот так. Одна в одну и вяжется. И так пошло и поехало. Я не представляю, что это такое. Ну, вот, короче, с этого можно сделать... С этого можно сделать очень красивый плед. И вот Лиля с Москвой передала. Большое спасибо. Спасибо, Лиля. Это она передала, по-моему, маме что-то от диабета. Вот это, я так понял, Надя выспала. Да, она тоже говорила тогда, да, и о диабете. Она тоже лекарства должна была. Она говорит, у меня очень много... Виля, не наглей, пожалуйста. Что это такое? Ты, Педро итальянский. Ну, вылез и все, смотри. Вылезь отсюда, пожалуйста. Это не из Италии. Это не из Италии, это из России, из Москвы. Чур, тебе, чур. Это из России. Дикая, дикай, итальяне. Слазь, слазь, пожалуйста. Это как вы из Италии. Слазь, я сказала. Это из Москвы. Добить туда нельзя. А это, наверное, Надя. Надя тоже там нитки, мне говорила, там все нитки. Там их очень много. Все нитки, а что они такие тяжелые? Ну, она мне говорила за нитки. А если она, может, там что-то еще передала, я не знаю, я знаю, что нитки. Нитки, да. Ёбка, ебать. Да, вот нитки. Это все нитки. Смотри. Видишь, сколько их? Вот. Я ей обещала, что я сделаю... Ого! Вот, я сделаю плед. В зал я сделаю плед. Вот это. А это еще. А это на столе. Сейчас посмотрим. Короче, это вот это все ниточки. Лиля, большое тебе спасибо. Это, смотри, это же много. Да, это много. Они же дорогие вот эти нитки. Я не знаю, но я тебе говорю, она говорит, у нас их я покупала, у меня дома лежат, я не делаю. Это какие-то маленькие. Они просто один в один пережатые. Как вот, видишь, тут моток, видишь? А, то просто одна отдельная, да? Да, чтобы этот... И Надя что-то тут передала. Надюш, спасибо тебе большое. Ну, не надо было. Надя всегда переживает. Вон, полотенец. А, ну, идем, смотри, что она висит. Ну, смотри. Все, все... Ты в нитках. Все в нитках. Чисальщик и вязальщик. Идемте. Это что-то я не знаю. Все, ну, посмотришь. Посмотрим, да, чтобы она заберетала. Так. Ольга Рюнтьевна, то снимайте это, что вы с ним сидите. Так, что-то я... Да, здрасьте, снимайте. Они поехали новый купить. Зачем вам это? Да, они как новый купят. Это рыба, по-моему, Надя передала, да. Она толстоловик говорила мне за толстоловика, да. Это колбаску, то, что она делала. И, по-моему... А, Надя, это курочка, или утка это. У нас, судя по жопе, это утка. Утка, да? Это точно утка. Спасибо, Надюша. Утки у меня не было. Это рыбу, да? Да, это рыбу. Это точно. Так, что там еще у нас? Колбаску мы тоже... Я люблю колбасу, рыбу. Я ей сразу заложу, а то, что мы ее пока не жарим... Это Саудик, по-моему, не говорила. Так. И вот это она тоже из кем они. А, это Надя говорила, что у нее очень много сушки дома. Она еще на Новый год должна была привезти, когда на святой вечер она мне говорила, а я говорила... Да не надо, не надо. А потом забыла. Вот. Сушка, смотри, как пахнет. Ой, как пахнет. Ой, вообще, какая красивая. Обалденно. Это что, сушка? Да, это груша. Ой, класс, да? Да. Это что, она в печи. Это хотя бы похоже. В печи? Да. Будет очень хороший компот с ней. Самый, я тебе тоже баловала. Не, Свет, спасибо, я не, я не. Ну, компот. Я уже ничего не хочу. А это что? Ну, это яблоки и груша. Ну, она груша такая, да? Да, это груша, да, да. Я вот только думаю, наверное, ее надо будет нам... Их только вымачивать надо. Их надо открыть, наверное, пусть подсохнут. Не просохнуть чуть-чуть, на вечерях оставлю... Да ты варишь часто, ты его вываришь за неделю. Да, я его быстро сделаю, да. Мы его возьмем, ну, вот эти, сейчас оставим открытие, а потом в баночки трехлитровые послаживаем. А, сухое, да? Да, и все. Спасибо, Надюша, спасибо, Лиля тебе большое за нитки. Буду учиться и буду показывать результат. Да, мне даже выслали канал там один. Именно женщина занимается именно вот этими нитками. И она делает, вяжет плеты, потом делает на такие подушечки, наволочки тоже. Но это без спиц. Это все делается руками. Ну, это я вообще не представляю, честно говоря. Очень интересно. Я тебе покажу потом саммел канал. Ну, да, нет, не канал, а покажешь, как ты делаешь. Все просто интересно. Я вот даже напишу, скажу тебе, как называется это вязание. Подожди, потому что для меня это первое. Махраме чешу? Не, не махраме, махраме, это совершенно другое. Макраме я тоже, кстати, когда-то делала. Виля, не, не, смотри, колбасу нюхал чешу, да. Вот, видишь, вот женщина делается. Делает она вот подушку, плетенка. Вот плед она делает. Видишь, как интересно. Именно руками только, он какой-то получается, блядь. Просто не хочу уже так открывать, оно не будет видно. Она все это делает. Одно, короче, в этом видео я расскажу вам, как сделать вот такое потрясающее плюшевое одеялко. Это очень просто. И руками. Для его изготовления не нужны ни инструменты, ни опыт вязания. Ничего себе. Эти мягкие пушистые нитки очень приятны на ощупь. И плед получается очень приятный. Ну так, ну покажешь. Да, будем взять плед. Звяжешь ты нам плед. Будем взять плед. Да, ну хорошо. О, это что, мандарины? Я не знаю, там что-то Коля привез. А, это же, ой, айва. Да, айва. Это Коля привез, да. Айву. Ой, как она пахнет, Света. Ой, как удовольствие. Я вообще его, это мой любимый круг. Ну такое, а его, как мы с тобой тогда в том году ели, помнишь? Натырили, да? В Мичуринском этом. В разводочном. Вот так, маева, бесподобно. Как сказать, разводочном. Вот это, ну, где разводят, как? Нет, это питомник был. Питомник, я говорю, в разводочном. Это был питомник. Мы просто заехали к ним. Да, мам, привет. Ну, что? Ну, что? Тридцать семь и одна, да. Ай-яй-яй. А я сходила. Ага, и что? Так она меряла тебе, да? Девочка меряла, да. Своим глюкометром, чи своим? Своим. Своим, да. Восемнадцать и три, и что? Ничего. Ничего. Ну, не будут... Ничего, инсулин не колят, ничего. Ну, наверное, будут колоть. Семнадцать, Сах. Ну, доброе, мам. Ты спроси у нее, если увидишь, скажи, а что мне инсулин может... Ай, у тебя там дело в том, что есть... Ну, придешь, спытаешь, да? Мам, а ты знаешь, что? Не лежи, давай вставай, двигайся. Иди походы, потому что движение... Ну, ищи походы, а что ты? Что ты психуешь? Ищи походы. Ищи походы трошки. А ну, когда будешь двигаться, сахар будет садиться. И пей жидкости. Вот ты водичку с лимоном пей. Ну, доброе, давай, выздоравливаем. Давай. А селонца, сахар пошел. Много, много. Уже померила. Ну, можно на вечер еще здесь, только 7 часов процедура. Они сейчас на 8 начнут температуру мерить. Ну, 37,1 температура. Ну, и температура 37,1, это организм борется. Борется с инфекцией. Ну, и уже капали, там, то, что я покупал, ремдосевир, по-моему, еще что-то там назначили. Сейчас сахар, это 100% надо сделать инсулин. Они сказали, что будут колоть инсулин, да? Ну, это все. Если, я думаю, что под контролем, все-таки в границе более контроль, чем дома. Ты дома, представь, ты не дай бог, что случится. Ты знаешь, вызовешь медсестру, будет тебе, что не дай бог, что. Меня и в тюрьму посадят, нахер. Самая медсестра может тебе, но понимаешь, в каком смысле? Я человек больной, а коронавирус, во-первых, во-вторых, сахарный диабет. И может в любой момент быть скачок с сахаром. Ты же видишь, даже как сахар дает, человек становится невменяемым. Ну, ну, постоянно, постоянно, медсестра же не будет ночевать там в комнате с мамой, в реальности. Это если у тебя там какая-то женщина, которая просто смотрела за ней, как за границей. Бадан-то бы наняла, она бы не осмотрела. Я же сегодня делала сам был в нёхе. Ну и как? Да, визжил. Ну, попробуйте. Ну, я оставила специально отварить вам, а это осталось с кубом. Ну, я уже... Не, они должны же ей уколоть укол, 18 сахаров. Конечно, должны, по идее, должны. Ты позвони врачу, проконтролируй. Я тебе вообще сказала, что возьми телефон, кого ты сделаешь. Да, у меня есть телефон. Позвони, они перезвонят на этот и узнают, сделан ли укол, как и шо. Ты не хочется, знаешь, без конца врача дёргать уже. Я согласна. А когда ты что-то не взял, какой телефон какой-то медсестры? Они же меняются, Свет. Ну, а там никого знакомых нет, нет? Нет. Ну, ладно. Ну, ладно.